Всем добрый день, любимые мои друзья! С вами Алена Морозова. Видите, пока в Инстаграм еще есть фильтры, и пока он работает, почему бы не воспользоваться? Такой вот фильтр выбрала с ресничками. На самом деле я никогда не делала себе реснички, никогда не наращивала себе ногти. Знаете, брови, кстати, я тоже себе ни разу не делала раньше. Я вот дочке показывала свои фотки, у меня брови, конечно, были толще. Просто дело в том, что есть такой тип женщин, девушек, которые, если начнут... Да, есть такой тип женщин, девушек, если... Вот я начала выщипывать, и они у меня потом уже не растут. Вот так. Поэтому я дочке своей сегодня говорю, чтобы она свои брови не выщипывала. Она немножко чуть-чуть их выщипывает. Надо же, на старый мой номер телефона кто-то звонит. Знаете, сейчас так хорошо, отлично поговорили. И мне говорят, знаешь, Али, он меня там кто-то куда-то переманивает в другую компанию. Ну, я, говорит, раз с тобой мы общаемся, дружим, конечно, мы вместе. И вот это и называется преданность, верность людям. Понимаете, ну, выше этого нет ничего. Преданность важна. Что же я сказала? А я никого не держу. Я говорю, ну, дело ваше, смотрите. Арифлейм был, есть и будет. И изначально, 55 лет назад, в 1967 году, компания Арифлейм была создана, основана двумя братьями, значит, 1967 года. И они изначально сказали, что всегда, всегда будет только натуральное сырьё и натуральные ингредиенты. Вот все 55 лет только так, навсегда. И поэтому я говорю о том, что вы видите, как я выгляжу, чем я пользуюсь. Итог. Конечно же, эта женщина регистрируется обратно, конечно же, в компанию Арифлейм. И в команду к Алене Морозовой в бизнес-систему Эверест. Знаете, сегодня я хотела с вами поговорить о другом. Хотела поговорить на тему, как женщина может поддерживать своего мужа, супруга. Вот об этом хотела. Также, конечно же, я хотела рассказать на самом деле, кто такой мужчина и кто такая женщина. Вот это я хотела вам рассказать, поделиться. Потому что мне эта информация важна была. И когда для меня что-то есть важное, нужное, необходимое именно вот в это время, в этот период времени, конечно же, я рою информацию, я изучаю, и я много информации изучила и готова с вами делиться. Да. Я, кстати, говорила о том, что я абсолютно ничего себе не делала за всю свою жизнь. У меня всё своё собственное, ничего нигде не нарощенное. Вот так. А в итоге у нас с вами получилась беседа о верности, о преданности. С теми, с кем мы создаём команду, с кем работаем, встречаемся. Это так ценно. Знаете, всегда были, есть и будут такие люди, которые приходят в команду. Ну, в них вкладываешь душу, сердце, развиваешь их, обучаешь их. Лидерами помогаешь стать этим партнёром, лидерами развиваешь их. Ну, прям, знаешь, вот душу всё даёшь, сердце, всё ценное своё. Когда я работаю, то я работаю именно так. Весь свой ресурс я вкладываю в своих любимых партнёров. Вот для меня важна стала тема одно время. Ни бизнес, ни карьера, ни деньги. Это у нас всё есть, слава Богу. Слава Богу, Господь Бог с нами, Он... У нас это есть. Знаете, чем я занималась в последние годы моей жизни? Болью своей, то, что меня тревожило, волновало. Думаю, почему люди уходят из команды? Ты в них вкладываешь сердце, душу, время. Ты веришь в них, надеешься. Мне была интересна тема преданность, партнёрство, дружба. Личная жизнь по-разному может складываться. Люди могут влюбляться в кого-то. Это личное. Да, многое всего, конечно, поизучала. И знаете, оказывается, когда человек влюбляется по-настоящему, да, такие сильные чувства, он сам себе не принадлежит. Понимаете? Но есть одно но. Отличительная особенность. Что в итоге? Ты смог кого-то предать или нет? Знаете, для меня так важно было изучить то, чем я раньше не задавалась вопросом. Кто такой мужчина? Кто такая женщина? Для чего они важны друг для друга? Любовь, счастье? Что такое радость? Дети, родители, отношения между мужем и женой, между партнёрами, дружба. Вот всё самое ценное. И знаете, очень сильно мне хотелось навести порядок в своей жизни. Очень сильно. Потому что у меня было масса, очень много вопросов. На них всех я находила ответы. И сегодня я готова с вами делиться. А давайте итог скажу. Ну, хотела одну тему, говорю другую. Преданность, верность. В Арифлейм остаются очень преданные, верные, надёжные люди по жизни. И знаете, если что-то не получается, не получалось, это же не говорит о том, что нужно бежать в какую-то другую компанию, в другую команду. Нет, надо работать над собой. Важно, очень важно, менять себя внутри. Не бегать куда-то к кому-то. Мы сами создаём себя, не кто-то другой. И вот знаете, сегодня я смотрела видео ТОП-15 Арифлейм России. Это настолько сильные, успешные, целеустремлённые люди с большой буквы. И я очень рада и счастлива, что у меня обучали мои наставники. Очень сильнейшая пара. Пары. Люблю вас и ценю. И знаете, за годы моей работы в компании Арифлейм по-разному складывались отношения. Это же бизнес, конечно. Но я ведь не побежала куда-то придавать и говорить, ох, какие они. А ещё, знаете, настоящий наставник, он у меня есть. И это не гармония, счастье, радость и всё только прекрасное. Я узнала о том, что настоящий наставник достаётся по-настоящему, прям как мне, да? Только тем, кто способен вынести многое. И вот кто из вас смотрел фильм «Легенда 17», там настоящий наставник, который, ух, как со своим самым сильным. И вот таких настоящих наставников, сильнейших, а он у меня есть, я его достойна, своего наставника, я знаю. Ну, не может предать сильнейший ученик, своего сильнейшего наставника. Это факт. Это преданность, честность, верность. Посмотрите, посмотрите, посмотрите этот фильм. Это про меня. Я вот такой вот ученик, да. «Легенда 17» и наставник у меня сильный. Как бы больно, у души не было, разные события, разные ситуации были, я никогда не предам. И вот, знаете, это обладание таким сильным терпением, такой сильнейшей верой. Вот, кстати, об этом я хотела сказать, что вера, она от Бога. Если у тебя есть, и знаете, такая непоколебимая вера, конечно же, она берётся от Бога. И вот эта вера, она связана с Богом, понимаете, сильнейшая вера. Ну что, буду закругляться. Хотела поговорить об одном мужчине и женщине. А вышел разговор о преданности, о дружбе, о верности. Всё потому, что о чём думаю, о том я и говорю. А звонок произошло, произошёл. И о чём мы разговаривали по телефону, я вам сказала. Поэтому так.